Это Fortnite, и с первого взгляда казалось, что это типичная донатная помойка, рассчитанная на детей. Многие до сих пор ошибочно уверены в этом, и ни под каким условием не соглашаются даже пробовать данный проект. Даже после добавления нового режима без стройки, и это все лишь из-за не особо серьезной концепции и мультяшного визуального стиля. Многие почему-то до сих пор думают, что Fortnite остался таким же унылым, медленным, топорным и неинтересным, а самое главное с бесящей многих стройкой. Я пробовал играть в Fortnite практически с первых дней его доступа, и в целом я понимаю претензии игроков, которые попробовали один раз когда-то давно, и у них сложился весь этот негативный опыт, который для них актуален в данное время. Но сейчас Fortnite далеко не такой, как раньше, и сегодня я об этом расскажу. Мало кто знает, но Fortnite по первоначальной задумке это была вообще некая платная ПВЕ-компания под названием Сражение с Бурей, напоминающая Лефа Дед, в которую нужно было еще и крафтить, и качаться. Честно говоря, я мало слышал в сети активное ее обсуждение, смог поиграть в нее пару раз, но в районе ее выхода стал набирать тренд с идеей королевской битвы, которая опиралась на идеи из фильма «Голодные игры». В игровой сфере она поистине была инновационной и интересной, поскольку перед игроками кидала тот самый вызов – выживи среди ста игроков. На этом фоне очень сильно выделялся Паба-Джи, который успел прыгнуть в этот жанр одним из самых первых, и получил еще множество хайпа за счет интереса игроков. Да и в целом заслуженно, поскольку это была первая полноценная игра в этой концепции, но эпики со своим видением и движком подсуетились не зря. И тоже вошли в гонку королевских битв буквально практически в этом же году, когда я вышел Паба-Джи, по-моему. Потом подобная концепция была и у Электроников, а-ля Эпикс Леджендс, и у Юбиков, кстати, она уже давным-давно повмерла, их королевская битва, и у Активижн с их Варзоной. И каждый пытался представить свой уникальный взгляд на один и тот же режим, все у друг друга взаимствовали идеи, но не всем удалось сделать свою королевскую битву нужной игрокам. И со временем можно уверенно сказать, что все-таки Фортнайт стал самым популярным и ярким проектом в этом сегменте, и опять же все это заслужено. Несмотря на общее мнение и приходящий комментарий во время стримов о том, чтобы я прекратил в это говно играть, мол, наскученные, нафиг никому не интересные, мне все равно нравился Фортнайт, и я в него до сих пор играю. И честно говоря, меня всегда бесит подобная тема, когда из первого негативного опыта или за счет просто массового мнения, действительно хорошую и в чем-то уникальную игру начинает просто гадить. И потом меняется умнение после того, как им кто-то из ютуберов, которому они доверяют, рассказал, что игра оказывается не говно. Ух, спасибо, что ты открыл и так открытые глаза. Да, изначально Фортнайт не был каким-то крышесносным проектом, поскольку он долгое время был в бете, и кстати, несмотря на это, на консолях он все равно работал лучше, чем тот же PUBG. Ибо намного раньше получил 60 кадров и был как минимум бесплатным, в то время как именитый PUBG был платным, стоил 2К и предоставлял еще от 15 до 25 кадров долгое время на Иксбоксе. Да, я еще это говно покупал, да, я дурак. И даже на тот момент почему-то многие считали, что PUBG лучше, но я поигрывал и в то, и в то. Чтобы вы понимали, в Фортнайте раньше не было практически ничего, что есть в нем сейчас. Ни нормальных анимаций паркура, ни такого разнообразия пушек, ни карты, которые меняются раз в 3 месяца, ни байтовых скинов. Там была лишь стройка и мультяшный стиль, которых многих бесил. Жаль, но немногие видели своими глазами то, как Фортнайт развивался, и то самое развитие в правильном направлении как раз таки дало Фортнайту стать той популярной игрой, назову ее даже мультивселенной, которой она является сейчас. Несмотря на то, что я начал играть в нее среди первых, когда она появилась, я не смог просидеть в ней крайне много времени и так часто побеждать, как сейчас, был дикий перестрел. То самое строительство, которое нужно было реально заучивать, чтобы не отставать от тех, кто это умеет делать. Особенно на геймпаде. И раньше, поскольку строительство было единственным отличием Форта от других подобных игр, от которого эпики не хотели уходить, было действительно тяжко играть. Но несмотря на это, я все равно изредка заходил в нее с каждым новым обновлением, ибо так или иначе темп расходил какой-то интерес, сдвиж, менялась карта, стали появляться предметы кастомизации, появились новые механики. И несмотря на то, что в целом не нравились все эти изменения, коллаборацией с разными вселенными в Форте оставалась все еще самая главная проблема, а именно, не совсем благоприятный вход для новичка. И каждый раз, когда я заходил в нее, я умирал от уже довольно-таки скилловых челиков, которые просто перебивали меня по непонятным причинам. Но все изменилось ближе к тому времени, когда эпики все-таки рискнули и позволили игрокам поиграть без строительства. Это было их самое лучшее решение, что привлекло куда больше игроков, после всего этого игра стала быстрее, динамичнее, а самое главное, больше ориентированная на стрельбу, а не на строительство. Что в целом очень положительно повлияло на восприятие игры. И с того момента у нас, походу, в Фортнайт сильно участились. Этому, конечно, и поспособствовали байтовые скины, ради которых хотелось заходить и что-либо выбить. И в целом, за счет большой обилии кастомизации, не особо шаривающие игроки и своей непонятной недости к данному проекту, назвали ее донатной помойкой. И когда так называют, эта вся инфа очень сильно распространяется и все действительно так думают. Нет, реально, как бы донат тут имеется, это факт. Но он лишь косметический, где вы просто придаете своему образу уникальность. Кто-то Человек-паук, кто-то Кратос, кто-то Мастер Чиф, ну а кто-то Питер Гриффин или Черепашка-Ниндзя. И, возможно, приобрести себе любимого персонажа это только плюс. И как раз таки стоит отметить ту самую мультяшную стилистику, которая многим не нравится. Несмотря на это, она настолько правильно подобрана, что позволяет Фортнайту добавить абсолютно всех персонажей, которые когда-либо существовали, и даже реальных актеров. Ибо, глядя на другие проекты, например, ту же самую Warzone, ты понимаешь, что добавленный скин из какой-нибудь вселенной может уже не особо вписаться. Тут же и Терминатор, и какой-нибудь там мультяшный герой все будет смотреться гармонично. Многие скажут, ну вот, вот это вот выкачка денег, но хочу сказать, что, во-первых, вас никто не заставляет этого делать, это чисто ваш выбор. И даже со стоковым скином вы будете чувствовать себя более чем хорошо, ну опять же, если вы умеете играть. И опять же, скины вам не дают никакого преимущества. Ну, а во-вторых, это то, что экономика Фортнайт, она крайне доброжелательна. Просто играя в игру, вы можете заработать здесь игровую валюту, тем самым ни разу не донатьте в игру реальные деньги. Да, это будет не так быстро, но некоторые просто копят себе таким образом на батл пасс, вкачивают, а еще с этого батл пасса получают сверху эти вьюбаксы. И это прекрасно. А еще в Фортнайте прекрасно то, что она действительно объединяет игроков. Ведь в Фортнайт может зайти абсолютно каждый. Кто-то с телефона, кто-то с ПК, кто-то с консоли, а кто-то даже с портативки. Все вместе играют в одну игру, и разве это не здорово? Сам геймплей Королевской Битвы, он мега сбалансирован, и имеет очень большой фидбэк от игроков, так и от разработчиков. Если вдруг в игре что-то становится плохо, буквально в ближайшие дни это пытаются решить и решают. Это как знаете, в начале этого сезона многие пожаловали, что за счет новой анимации бега, игроки стали медленнее, что не дает так быстро покинуть зону, и тем самым снижает темпы игры. Буквально за пару дней это исправили. И такое желание проект развивать, а также действительно слушать пожелания игроков, делают Фортнайт действительно классной игрой. Сам геймплей тебя подталкивает всегда передвигаться, искать более хороший лут, тут практически не получится крысить как в том же пабге. Но самое офигенное это то, что игра тебе всегда подкидывает новые ситуации, из-за которых один и тот же режим, одна и та же карта, всегда интересна и веселая. Где-то тебя встретит неожиданно целая залутанная тима, где-то твои тиммейтеры все полягут, и тебе придется придумать способ как же их вернуть в бой. Где-то вы можете добить сквад на дистанции, или же быстро подобраться до той или иной точки на машине. И все это вы можете делать вместе, сообща, что дает опять же веселый и приятный опыт от игры. К тому же, если вы новичок, то Фортнайт стал более располагаемый, где вы на первых катках, да, не хотел бы здесь вас немножко расстраивать, дает вам одних ботов, от чего вы получаете веру в свои силы и знакомство с игрой и некое приятное чувство победы. Далее вам пытается подобрать соперников по нарастающей, но даже после нескольких каток, если вы не особо освоитесь, вы все равно можете быть полезным своей команде путем добычи лута, подсказывания где соперники и вам найдется что делать, потому что на карте встречаются и боты. И играть Фортнайт даже при отсутствии побед так же интересно, ибо есть мини-задания, которые качают ваши батлпассы и разнообразят игровой процесс. Где-то нужно будет просто посетить локацию, где-то убить челика с пистолета, можно даже бота. Ну а где-то вам нужно будет проехать нужное расстояние на мотоцикле и делать трюки. Все эти события, они создают вам каждый новый раз комбинации, в которых просто приятно находиться и делать это каждый день. И каждый новый сезон игра подкидывает тебе всегда что-то новое. Завершая прошлый сезон, каким-нибудь ивентом, например, был концерт Трэвиса Скотта, были мини-игры с боссами, был концерт Эминема, и то, когда ты это видишь в своей игре, это просто невероятно. Ну а тот самый азарт победы, ради которого я играю, Ухон, он просто не дает остановиться. Поскольку то самое ощущение, что ты лучше, чем столько игроков, которые были с тобой в катке, придает действительно ценный вкус. Но опять же, если вдруг вам не особо нравится концепция королевской битвы, то эпики пошли еще дальше и предоставили в игре множество других режимов. Там появился аналог Манкрафта с коллаборацией Лего, где практически каждый купленный вами скин превращается, опять же, в модельку Лего, и вы там строитесь, выживаете. Далее режим гонок, режим Guitar Hero, где в будущем позволят подключать гитару геймпад. К тому же, Фортик дает возможность еще и делать свои уникальные игры с помощью конструктора. Чтобы вы понимали всю офигенность этой темы, ребята даже создали полноценный режим Игра Кальмара, реализовав из всех возможностей движка крайне похожие сцены и препятствия. И каждый раз, заходя в Fortnite, ты понимаешь, что данная игра просто качественно сделана, отчего тебе просто приятно проводить вне время, угорать с друзьями, после победы или в свободное время делать какие-нибудь эмоции, а самое главное, просто отдыхать. И как бы кто ни обсирал Fortnite, он является сейчас самой лучшей и популярной королевской битвой на сегодняшний день, которая к тому же доступна всем желающим еще и совершенно бесплатно. Если вдруг вы ее пробовали когда-то давно и она вам не зашла, попробуйте в нее поиграть сейчас, и если вас бесило строительство, выберите режим нулевая высота. Но рекомендую вам это все равно сделать со своими друзьями, чтобы вам было максимально весело, ибо такие игры, они раскрываются тогда, когда ты в них играешь сообща, вместе со своими друзьями. Поэтому Fortnite это действительно классная игра, к которой хотя бы стоит попробовать поиграть. Поэтому в ближайшее время Fortnite это моя жизнь, действительно тот самый мультиплеерный проект, в который я захожу каждый день и каждый раз от него кайфую. Да, не менее горю, потому что я не люблю проигрывать, но все же игра мне предоставляет эмоции, от чего я искренне рад. На этом в принципе все, обязательно пишите свое мнение о Fortnite, если вдруг вам понравился видеоролик, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, пока-пока.